Всем привет! Сегодня я хочу показать вам два своих маленьких акварельных скетчбука, между которыми разница всего в полгода. И хочу рассказать о своем прогрессе в рисовании без каких-либо мастер-классов и курсов. То, чего я достигла благодаря простой практике, практически ежедневному рисованию и чтению каких-то книг, то есть самообразованию. Ни на какие специальные вебинары или, опять же, мастер-классы я не ходила, не записывалась, ничего не посещала. И акцентирую я на этом внимание именно потому, что как минималист я воспринимаю все эти курсы платные как очередное потребительство. И мы живем все-таки в 21 веке, на дворе 2020 год. Если чему-то хочешь научиться, неважно, это установка стиральной машины в квартиру, пошив одежды или рисование, этому можно научиться бесплатно и самостоятельно. Все-таки у нас есть интернет. Вот. Собственно, вот этот вот малыш был мной начат зимой. В нем содержатся различные ботанические вот такие вот картиночки. В общем, я начала, именно с него я начала постоянную непрерывную зарисовку вот маленьких каких-то акварелек, которые являются иллюстрациями, сделанными по фотографиям, по снимкам из интернета или вот по снимкам родителей каких-то старых. В общем, с него я начала, начала практиковаться, просто смотря на референс, перерисовывала его так, как я вижу, зная только основы, что нужно начинать со светлого, переходить в темное, что нужно... Здесь я одну уже оторвала, подарила другу, здесь был красивый вид Петербурга. Что, ну вот, самые-самые элементарные основы. Конечно, у меня есть две книжки самоучителя с прошлой работы. Конечно, я много перелопатила видеоуроков и вообще информации, как рисовать. Ну, то есть, основы. Это все равно все основы. Никакого у меня наставника в этом всем не было. И сейчас, когда я вот его смотрю, этого малыша, который закончился в декабре 2019 года, я понимаю, насколько я как бы... Мне хотелось научиться рисовать круче, но все равно я ленилась. Я торопилась. Мне казалось, если листочек маленького формата, то стараться тоже особо не нужно. Не нужно. Ну, это вообще ужас. А вот Петербург, как бы, смотрите, да, симпатичный вид, но не в этом дело. Все равно очень много непроработанных деталей, много как-то... Ну, я сейчас понимаю, что это все равно так себе. И именно вот его завершение способствовало тому, чтобы начать более серьезный проект, который я могу осуществить, могу осилить и который будет мне приносить настоящее удовольствие. Со временем также я поняла, что все-таки самое любимое мной – это ботаника. Листочки, веточки, кустики. Я обожаю это рисовать, цветы обожаю рисовать. И даже вот вид какой-то, да, с фотографией города, неважно. Я могу это осилить и даже получить удовольствие, но гораздо все-таки круче для меня рисовать цветы. И на это я сделала упор в своем скетчбуке, который закончился вчера. Вот, ну, здесь в декабре, допустим, в конце декабря у меня уже началось такое, что быстрее-быстрее его закончить, что тоже, я считаю, неправильно для художника, потому что дело в процессе, в процессе рисования, в наслаждении этим всем. Вот здесь как можно было классно проработать бенгальские огни? Ну, я поленилась. Возможно, да невозможно, каждый критикует свою предыдущую работу, где не было еще столько опыта, где не было еще столько стараний, возможностей. Но вот я хочу показать разницу в том, когда знаешь только основы, особо не паришься и рисуешь, потому что, ну, есть скетчбук, вот и рисую. И когда уже подходишь более серьезно, с задумкой, с полноценной сознанием того, какой ты хочешь видеть результат и чего вообще достичь. Вот, собственно, его я убираю. В целом, рисованием вот таким активным я занялась, наверное, с года 2015. Старые свои, прям совсем уже старые блокнотики, с которых все начиналось, я уже показывала на своем канале, что-то там вообще смешное по-детски выглядит. Но это сейчас для меня. А тогда казалось, так и было, тогда я только начинала, только начинала вот возвращаться в рисование, в понимание того, насколько это нужно моей душе, моей личности. И это тот вид творчества, в котором я раскрываюсь и в котором как раз хочу наслаждаться процессом. Если съемка видео или фотографии – это в первую очередь результат, то есть мне нравится смотреть на конечный итог, то рисование – это то, от чего я кайфую именно в процессе. Вот. Между тем и этим была вот такая вот штучка. После отпуска и прилета домой, отпуска в Сибири, я живу в Петербурге, мы с мужем приезжие, все близкие, родственники, родители у нас в Сибири. В общем, по приезду я вот по телефонным фотографиям на квадратном листе таком нарисовала вот четыре маленьких скетча, это акварельные скетчи по сути. И задумалась о том, что выглядит так классно, когда просто фрагментные зарисовки, и в каждую можно телепортироваться, прочувствовать момент, и при этом на это тоже затрачено мало времени, очень мало времени, но при этом как они смотрятся полноценно и гармонично, когда они все на одном листе. Это было… Я продолжала этот квадратный большой акварельный скетчбук, и на нем начались первые какие-то ботанические зарисовки. Но все-таки я завела вот этого малыша, всех называю малышами, вы уж извините. Все в реальном времени, решила записать, а не дублировать потом голосом. Так мне кажется интереснее, да и тоже попрактиковаться в таком достаточно забавном. Вот. Значит, на протяжении всей нашей жизни в Питере родители же постоянно шлют фотографии. Если это осень, весна, осень, лето, то это, конечно же, фотографии с дачи, фотографии природы, фотографии там распустившихся цветов. И я решила создать именно ботанический скетчбук цветов и растений Сибири по фотографиям родителей. Не важно, что эти фотографии там сделаны с неидеального ракурса, или они плохого качества, или еще что-нибудь. Это совершенно не важно. Мне нужно было, чтобы был виден листочек, цветочек, травинушка. И я ее могла дорисовать воображением детально и изобразить. Вот. Также я решила указывать цветовую палитру, ну, такие основные цвета, и подписывать, подписывать, что есть что. Тоже это был такой своеобразный вызов для меня. Испытывая такую большую любовь к ботанике, к растениям, это классно еще и знать, как что называется, а не просто бегать, крича о том, что я люблю цветочки. Вот. И я сейчас уже знаю, разбуди меня ночью, я скажу, как выглядит иван-чай, каких видов бывают бархатцы. И тоже это очень здорово. Мне кажется, просто прекрасно. Так, вернемся к тому, что не было мной пройдено никаких мастер-классов и ничего подобного. Для того, чтобы полностью совместить в голове вот эту идею, подписи, цветовые палитры и рисунка, конечно, нужно было какое-то вдохновение. И у меня есть второй специальный аккаунт для рисования в Инстаграме, с которого я вот и подписана на самых интересующих меня художников. Так, здесь я, наверное, буду листать. У меня он такой двухсторонний. В общем, вот так вот, а потом переверну и буду еще показывать. Вот, и просто фактор насмотренности, вот, как обойтись без мастер-классов. Нужно смотреть, смотреть и практиковаться, как свои работы оформляют другие художники. И, естественно, не слизывать все подчистую, а запоминать то, что близко вам, что, как бы, отражает вас. Вот я, допустим, очень обожаю цветовые сочетания в гардеробе разные. Знаю свой цветотип. Вообще, цвета это такая для меня, колористика, очень важная, тоже интересующая меня вещь. И вот я решила, это же тоже не моя идея, это все где-то увидено, где-то замечено. Решила, что это будет классно, дополнять страничку, если будет указано, какие цвета в акварели я использовала. Вот, потом еще само изображение цветов. Конечно, оно такое же не идеальное. Конечно, всегда есть к чему стремиться, к чему развиваться. Но в целом, вот, весь, сама страница, как она выглядит, как она оформлена, что я использовала акварель как базу, потом белой гуашью делала прожилки, что-то обводила лайнером и так далее. Вот это вот смешение техник, то, что я уже не торопилась, все как-то старалась, не ленилась. Это все создает вот именно целостную картинку, страницы, рисунка и самой иллюстрации. Вот здесь, допустим, видно, что вклеено, потому что это вот то, с чего я начинала в большом еще скетчбуке, и я решила перенести это в эту кроху. Вот, здесь, допустим, вообще клубникой очень горжусь, какой градиент получился на ягодке. И тоже, конечно, все работы также снимала и для Инстаграма, и просто фотографировала. Это все-таки самый мой такой первый серьезный проект, серьезный скетчбук, в котором, а для меня это вообще удивительно, я горжусь и люблю каждую страничку, каждый рисунок. Это, я не знаю, мне кажется, так мало художников, да и вот из тех блогеров, которых я смотрю, так мало художников, у которых есть какой-либо скетчбук заполненный, и им нравится там все. Вот это для меня большое достижение, что вот он, пожалуйста. И каждым, каждым рисуночком очень сильно горжусь. Так, сейчас мы его перевернем. Где мы остановились тогда с вами? Астры не было. А, ну вот, вот отсюда пускай будет. Вот. Где-то, да, я еще маленький цветочек вот такой лайнером могла нарисовать. И опять же, страница выглядит завершенной, какой-то полноценной. В общем, какой итог? Чтобы развить навык рисования, не прибегая ни к каким классам, ни к каким вебинарам, не отдавая, короче, свои деньги за навыки, за знания, которые можно найти, ну, не по первым ссылкам Гугла, но в любой электронной книге, самоучителя по акварели, которые есть уже, которым по 50 лет, и они в свободном доступе. Ну, а в несвободном мы все знаем, где найти что-то пиратское. В общем, можно же прекрасно, прекрасно учиться без вот этих вот мастер-классов, без траты денег на каких-то профессионалов, якобы, которые чему-то научат. Потому что в большинстве своем вот эти вот самоучителя-блогеры, они сами точно такого же уровня, что и вы. И даже если у них что-то выглядит красиво, не факт, что они умеют этому хорошо научить. Навык учительства и вообще преподавания, это тоже не каждому дано, и прочее, прочее, прочее. Вот, тоже вклеено, потому что с другого скетчбука. Это первый был вот ирис, первый цветок, который я нарисовала, еще до этого скетчбука. И родители, естественно, я все отправляла родителям, были, ну, не в шоке, конечно, но насколько реалистично получилось и насколько красиво. И я удивлена была тем, что все-таки, значит, я так могу. Все-таки это не просто какие-то карикатуры цветочные детские, а есть, что-то есть, это может стать серьезными иллюстрациями. И все это, вот этот вот блокнотик, это для меня очень и очень большое достижение. Поэтому я решила снять отдельное видео про него. Но тоже не хочу, чтобы это было роликом про какое-то самолюбование. Я лишь хочу с вами поделиться, что если вы чего-то хотите, если вам что-то очень сильно нравится, просто начните делать, просто рисуйте. Если у вас только есть бумага для принтера А4 и простые карандаши, этого хватит. Главное, следите за тем, кто вас вдохновляет. Ищите материалы о том, как научиться рисовать, как это делать красиво. И сидите, кропотливо работайте. Сейчас, кстати, возвращается мода на плетение из бисера. И я на это все смотрю со стороны и думаю, е-мое, я в детстве столько всего сплела, как же хочется заново начать этим интересоваться. Но пока у меня есть мои маленькие акварельки, я не думаю, что я их брошу и посвящу себя бисеру. Вот, собственно, это последняя такая легенькая была календула в блокноте. Вот такой вот у меня скетчбук. Если что, я приобретаю самые дешевые, существующие в магазине Леонардо, скетчбуки с акварельной бумагой. Меняю им обложку. То есть я снимаю, расщепляю скобы, достаю, оформляю, как мне нужно. Здесь вот просто крафтовая такая обложечка. И все. Какие они идут у самих производителей, мне совершенно не нравятся. И сейчас еще хочу показать. Заодно вот про эти обложки я говорю. Мне очень не нравится вот этот все альбом, терпыры, текст. Я от этого сразу избавляюсь. И вот еще хочу поделиться тем, что месяц назад я начала уже конкретно работать над тем, чтобы создавать свои картины и постеры, картины, плакаты. Это делается таким образом, что мной на заказ рисуется какая-либо иллюстрация, картинка. Не важно. Конечно же, это ботаника, это минимал арт. То есть вот эти вот пятна хаотичной линии и так далее. Это все минимал арт. Рисуется на заказ, сканируется. И уже в диджитал, в электронном формате, в варианте, в формате А3 отправляется человеку, который печатает это в фотосалоне либо в специальном. Опять же, есть разные мастерские. Печатает это рублей за 100-150, покупает рамочку, вешает себе. Картина, на секундочку, стоит 2000 рублей минимум у самого вот, у непрофессионалов, потому что они же сидели, тратили часы своего времени и так далее. А это, это удобно, это быстро. Существует куча эти шопов. Короче, за бугром все уже это развито. А у нас люди постепенно, постепенно только к этому приходят. Короче, электронные, электронные варианты картин и постеров, и плакатов, это просто за ними будущее. Вот такое я делала в подарок Жанне, моей хорошей подруге. Вот. И из последней работы, которая вот пойдет в картину, пики, черви, бубны, крести, было у меня вдохновение, опять же, любимой игрой Элис Магги, Американ Магги Элис. И вот, опять же, ботаника, куда без ботаники. Вот, будем дальше двигаться в этом направлении, дальше рисовать, дальше кропотливее и с большим старанием работать. И если всегда, всегда за любым успехом стоит нехорошо выбранный вебинар, нехорошо выбранный мастер-класс, старание только, только старание, только желание настоящее научиться чему-то, практика. И искренность. Если вам это искренне нужно, если вы мечтаете как-то творчески себя реализовывать, воплощать свои задумки, свои идеи, зарисовывать свою жизнь, это ведь так классно, какие-то кадры из жизни зарисовывать, а не просто копить фотографии в телефоне, то просто нужно начинать. Не ждать, когда появятся деньги, чтобы пойти на какие-то курсы. Не нужно. Не нужно быть потребителем. Это ваша голова. Не захламляйте ее ерундой. Те навыки, которые вам нужны, вы их приобретете, и вы всему научитесь. Не важно, есть у вас деньги на специальное обучение или нет. В общем, я за самостоятельность. Прогресс, конечно же, заметен. Расти есть куда, но вот этот мальчик, это мое очень-очень большое и серьезное достижение. Я, кстати, сама сделала вот такой для него чехольчик, в котором, знаете, продаются тоже скетчбуки, блокноты, вот перевязанные такой бумажечкой. Вот так вот. Первое мое разговорное видео без монтажа, без переозвучки. Я не знаю, если вам понравилось, если вам интересно было меня слушать без каких-то фильтров и терпеть мои странные речевые обороты и слава-паразиты, напишите в комментариях. Если было хоть чуть-чуть интересно и вдохновляюще, тоже напишите. Для меня отклик все равно очень важен. Даже если я и не стремлюсь ни к какой мировой славе или популярности, все равно это приятно, когда люди, которые разделяют твои интересы или просто которые подглядывают за тем, что ты делаешь, как ты делаешь, каким творчеством ты занимаешься. Приятно, когда они что-то пишут и как-то реагируют на это все. Спасибо еще раз, что посмотрели. Хорошего вам дня и в целом гармоничной жизни. Любите себя, уважайте себя. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok